всем привет пред youtube солнечная италия на проводе всех с наступающим новым годом у кого он еще не начался с новым годом у кого уже новый год у нас еще не новый год у нас сейчас по времени 2228 уже где-то на два часа больше уже начался новый год сейчас беру стульчик сажусь так как я выгляжу девочки мальчики мужчина чё кстати такой кран темный собирать вот такая красивая живут уже втянуть не могу потому что наделись объелись я сегодня при взошла саму себя потому что я самостоятельно на упала огромную миску из того чтобы она в холодильнике оливьешки сама сама салат надо было не не заправлять полностью от майонезом а я дурочка что-то так я с охотки я его майонезом забрала есть вообще кто то есть да вот я его забрала майонезом огромную миску сама у меня была картошка вареная я сварила морковку которую мне было холодильнике потому что саша пару дней назад делала оливьешку и осталось там кусочек маленького мяска осталось вот ну потом карлик увидел что я с таким энтузиазмом стругала салат что он не сдержался побежал магазин купил мне мясо и купил мне морковь и яйца еще а так в принципе у меня было всего там два лица в этом опять пришел этот прилив у меня это кошмар какой-то после праздников уже пойду буду какие-то таблетки пить потому что это невозможно так жить это просто тошно на организм страдает ладно сегодня не плохом сегодня о прекрасном сегодня праздник да да не удивляйтесь я не пью это там любительницам подписать на строчили вчера выставила видео в instagram где карлика королета в этом в костюме елочки есть я так смеюсь у меня такой смех я по-другому не умею смеяться и понеслось и понеслось шаг смеется значит напился купол значит напился человек плачет значит напился одно и то же короче ладно так сегодня не об этом так что мы делаем мы сейчас с вами мы сейчас с вами подключаем дальнейшем сейчас кто хочет артисту загнать в новый год в этот прекрасный праздник и сейчас будете рассказывать к с кем вы пишите кстати в комментариях кто отмечает и где отмечаете с кем сколько вас человек просто интересно потому что все шкашу почему мне показать шоу а я вообще в эфире да все я вижу может как же так можно было нажраться я уже так наелась девочки это нечто просто это вообще просто нечто так вот мой донешинал кто хочет артисту задонатить в новый год за хорошее настроение сейчас прикреплю вот ссылочку прикрепила так что будем ждать дальнейшем открываю еще один телефон так это значит мне на этом надо открыть а здесь почту отключу для видела если вдруг кто-то я что я у меня пиво я не пью больше все я завязала карьеру бытовых алкоголиков я оставила в старом году так значит здесь а что я сделаю здесь я включаю все правильно здесь обучая здесь я открываю почту все так филипп дома покупанный спит здесь открываться не все я совсем справилась читаю вас с новым годом с наступающим годом марина владимировна и всем девочкам в инсте уже поздравила спасибо красишечка с новым годом открытка из кино гарди марины мимино так с новым годом с новым годом всех с новым годом всего самого хорошего я работаю но ничего тоже надо иногда лежу на диване муж спит вот и новый год ну и что ну и что между прочим карлик прибежал вот такой прижал какой-то весь не знаю может быть ему узнать ему что вы чувствуешь у меня раздражает и он раздражается тоже от этого и он прибежал какой-то такой агрессивный прибежал что-то хотел какие-то макарон себе наварил поел и это самое это же пошел лежит мы в принципе собираемся сейчас выйти в город если ну я так думаю наверное пойдем в город этом дети что же лежат ждут потому что дождик пошло я не знаю сейчас дождь пройдет попустится немножко то нужно и город кстати когда делали вешку я делаю без лука когда я их делаю никогда не делаю не знаю почему но сегодня я не делал девочка как как без оливье я это думаю меня думаю осталось пару пару картошек сколько там там об этом поскрибла поссорила поссорила картошек бегал магазин купил яйца это нормально или мы все хороши помогу уже ватером так стоит а меню я больше не пью с новым годом ты довольны жизнью он дэм лишь повод придраться как можно быть такими не дыхнуть не провернуть темно недовольны этому все мне хоть странами по выпускала всех под этот самый амнистия вышла перед домом годом они что-то не ценят они опять строчат такую фигню строчит это но их уже все это уже все если уже моя рука рука не смогла их вылечить ничего не вылет не вылечит девочки пожалуйста мой инстаграм вот так называется баронесса нижнее подчеркивание мэри заходите подписывайтесь будем общаться поздравить с 2020-24 новым годом пусть ваши мечты сбываются главное это здоровье хочется лично пожелать чтобы побольше было единомышленников рядом с нами чтобы побольше было счастливых людей так как счастливые люди они давно не замечают марина поздравление с новым годом привет у меня все классно в эфире приветик привет желаю любкой работы отмечают дома с мужем и два сыновья москва скучно не так как в детстве девчонки ну что ну что мир на небо над головой мужику хочу поверьте мне две ноги две руки есть два сына здорово все муж спит там или не спит что он там делает это уже вы уже замужем вас уже туда позвали понимаете вы ему сказали да все это уже успех очень ну и что но что что надо делать но скучно но что но движняк найти себе какие-то проблемы на жопу не ну можно конечно с компаний я знаете как люблю вообще вот как компания мне нравится где у меня качает энергия где компания без энергии вот как вот вот сейчас вот с карлика но меня не качает понимаете я сама такая чтоб я уже пошла бы полежала в этом кино посмотрела вы понимаете не потому что там престарелая барби уже дай ничего делать не хостя нет просто такая компания просто вот так вот знаете тоже устаешь иногда задавать задаешь всегда ритмы я задаю вот все время задаю во всех отношениях с кем бы я не была Вот сколько у меня их было, я всегда задавала ритм я. Но я уже тоже подустала, понимаете, питать их энергией. Конечно, они как мухи, блядь, на мою энергию взяты, а я не хочу, всю. Я не хочу на них тратить ресурс. Так, Марина Хрустникова, витаю. Ведмечаю в Италии, Пимонт, Агури, Бонану. Леночка, вас тоже. Привет, Сибири, привет, Москве, всех вас, Нового года. Маршрута у вас, снег идет? Здоровье, ну да, здоровье, это самое главное. Девочки, мы с мужем вдвоем отмечаем. Тоже хорошо, мужу привет, а что? И все, а что надо? Все, уже нагулялась, девочка. Замуж вышла, сиди с мужем. Мы с мужем вдвоем. Грустно или уставшая? Нет. Не грустная, не уставшая, вот просто как девочки пишут, что типа настроение хорошее, просто какое-то. Я еще машинка, полы помыла, машинку вывесила. Сейчас еще достировается у меня лежанка собачья. Ну, там где собачки, щеночки были. Потому что я думала, что они не писают. Я думала, что их подмывает Шанель с Деннисом. А сегодня такая, поднимаю бокс переставлять, а там мокрое. Думаю, что там мокрое? Они там на мокром, бедненькие спят, получается. Я сегодня там все поубирала, новую и положила туда раскладушку. Вот эту вот кругленькую. Нет, не уставшая, ничего пошло. Вот это, пока поубирала, вывесила белье, потом быстренько этот салат нарубала. Карлик прибежал с этой пастой. Эмма сделала, там что там были, ребрышки в духовке. Я еще картошки, извиняюсь, картошки много начистила, наварила, толчонки. Потому что завтра утром встанем, естественно, чтобы не готовить уже. Будет все готовое. Вот, и все. Вот это единственное, что я прогнала, что надо было не весь оливье мазать. Ну, что же. Сидим. Семья большая. А что расстраиваться, что у нас скучного? Ну и что? Да я тоже люблю. Я люблю компании, где меня качают, где приятные люди. Все, я в этом году дала себе установку. В этом году я хочу общаться только с счастливыми людьми. Не важно, богатые они, бедные. Они, что у них в трудовой книжке, или что у них в истории болезни. Мне не интересно. Я хочу с человеком общаться, когда он счастлив. Не важно, счастье оно в моменте. Просто счастливый человек, чтобы был рядом. Чтобы ты от него, его счастьем заражался, понимаете? Ну, лучше есть. Мариночка, встречаем Новый год в Питере. Ваш эфир праздник просто. Привет, Верочка. Марина, привет из Мерси на основном году. Приветик, счастье, потому что меня заблокировало. По какой-то такой причине, непонятно. Почему так и меня заблокировало? Где вас заблокировали? Давайте разбираться. В инстаграме заблокировано всего три человека. Я вас выпустила всех под амнистию. Вышли все по УДО до Нового года. Потом начали какую-то опять фигню писать. Ну, все, ну что, зачем я ее буду читать? Я сейчас видео выпустила. Женщина написала. Боже, хоть бы не позорилась со своими кривыми ногами. Я что, себя в зеркало ниже, что не видишь, какие у меня ноги? Я ее даже закрепила, ее я даже не удаляла. Я ее закрепила. Пусть девочки почитают. Привет из Палестины. У нас почти 12 ночи. Муж ушел спать. Ему на работу. Мы с детей смотрим концерты, периодически едим. Ох, я сама не могу уже жать. Зарвалась спать после куранта. Вот тут Марина в эфир. Вот это праздник. А, да, у вас же уже где-то куранты прошли. Да, да, да. Где красивые очки? В комнате. Планы на Новый год. Итоги года. У меня год был очень продуктивный. Мы съездили на конкурсы. Взяли мисс спектакля. Мы съездили на кастинг. На кастинги прошли в самую лучшую, одну из лучших программ. Она прям громкая. Программа Италии называется Чао Дарвинг. Ну, так как я уехала в Турцию, как бы я не участвовала в ней. Ну, то, что тебя отобрали, это уже победа. Вот. Мне расстроилось вообще ни капельки. Потом у меня были страстные отношения. Вот. Я съездила в Турцию. Обожаю Турцию. Люблю ее. То есть у меня год был классный. У меня родились щенятки. У меня родились котятки. И все как-то... Не знаю. У меня все хорошо. Я этим годом довольна. Что-то даже как-то не... Ой, какие-то я так вздыхаю. Я не уставшая. Я просто сижу и не могу, блядь, живот. Не то, что даже втягивать. Я просто не могу дышать. Стоит этот салат соблазнять. Что-то такое, чтобы у меня плохое в этом году случилось, я не помню. Не знаю. Вот счастливое говно не замечаю. Вот. У меня... Я всем довольна. Какие планы? Ну, наверное, хотелось бы быть под мирным небом. Чтобы здоровье было. Какие-то вредные привычки, может быть, брови. Но, наверное, главное, это чтобы здоровье. Вот эти вот приливы, отливы. И вообще этот климак. Зачем оно мне надо? Зачем? Что-то вообще не про меня. Красивые очки. Я читаю, Марина, давай соберись. Снось повыше, улыбка. Пошли с Новым годом. Девочки, я просто наелась. Напилась пиво с салатом. Сейчас упаду с салатом. Так я тоже вот пиво пью. Оно-то живот аж уже трескается. Привет с Греции. Всех с Новым годом. Здоровья, счастья, любви и удачи. Как это без бокалов? Я говорю, нет, я не люблю шампанского. Нет, оно есть. Калли купил там и вино. И он такой, ой, там бутылка 30 евро за нее заплатила. Я говорю, да мне я не пью красное вино. Я говорю, мне оно не надо. Хоть 30 и заплатил хоть 50, хоть 60. Я не пью красное вино вообще. С Новым годом. Добра тебе и всем твоим близким. Спасибо большое. Мы всем семейством простыл сидим, фильм смотрим. Привет, привет, Нинельчик. Девочки, с Новым годом мы уже наелись, выпили по бокалу и все, хочется уже спать. Скажите, уж это какие-то баби пристарелые все. Мы тоже болеем, наелись и по диванам кузом кверху. Что ели, хоть пишите. Говорю, а я знала, что ты выйдешь в эфир. Девочки, всех с Новым годом. Крепкого здоровья, счастья, любви, мирного неба. Да, это самое главное. С Новым годом всех поздравляю, девочки. Я одна смотрю телевизор, вот и Новый год встретили. Ну и что? А что? Кто сказал, что в одиночестве нет счастья? Наоборот, никто мозги не парит. Захотел, пукнул. Захотел, повернулся. Захотел, снял трусы. Захотел, охотел. Захотел, лег так. Захотел, лег так. В одиночестве это не есть плохо. Почему бы и нет? Одиночество это свобода. Вы свободны от всех, понимаете? Каждого подстраиваться надо. Ой, Марина, классный макияж. Можешь как-нибудь в прямом эфире накраситься. Это что я там накрасила, зрячки? То я просто в Инстаграм выставляла этот самый... Сегодня там видео выставляла. И то Карлик меня нервничал, и я там нервная. Правильное счастье? Ага. Спасибо, тоже выздоравливай скорее. Марина, дорогая, поздравляем тебя с твоих близких. Здорового, благополучия. Мы смотрим тебя всегда. Привет из Москвы. Приветик, приветик, девочки. Марина, у тебя не только собаки. А, кстати, да, у меня и внука. Я думала, что ты... Да, у меня и внук родился. Ты забыла. Да, я как-то не подумала о детях. Я не думала о детях. Потому что вообще, когда загадываем желания, вообще нельзя загадывать вот о детях. Мне кто-то сказал. Что надо загадывать всегда на себя. Потому что не надо вмешиваться в их судьбу. Что типа у них... Да, я забыла, кстати, пуски. Калик теперь живет у вас? Нет, конечно, Господи. Маринелла, я бухнула шампинь под холодец. И уже легла в кровать. Включила елку. Красота. Расскажите. Одиночество. Дел сильных. Марина, с Новым годом. Девочки, всех с Новым годом. Балуйтесь, покупайте красивые вещи, вкусную еду. Почему все ей не отказываются? Я сегодня, кстати, себя словила на мысли тоже. Что надо на себя тратить. Надо тратить на вещи. Хоть я вот так вот и не это. Но на вещи надо тратить все равно. Надо одеваться красиво. Надо... На свое настроение нужно наряжать. Сколько у нас, кстати, в эфире? На свое настроение нужно наряжать. Потому что если мы не будем наряжать свое настроение, наше настроение никто не нарядит. Поэтому надо покупать красивые вещи. Хочется сумку. Позволяет себе кошелек. Покупайте себе сумку. Какая надо? Двухсотая? Ну и что будет двухсотая? Что будет завтра? Вы неизвестно. По крайней мере, вы проживете какую-то эмоцию. Гормон счастья и наслаждения вы проживете. Да, я смотрю, уже там вот повыставляли уже. Где-то уже в Новый год. Два часа разница у нас. Я еще не звонила ни маме, ни... У меня тоже родители, наверное, на телевизор смотрят. Папа, наверное, мама, наверное, уже спит. И сестре тоже, наверное, поздравить будет. Привет из Казахстана. Поздравляю с Новым годом полностью. Поздравляю тоже вас. У меня селедка. Ох, как классно. Оливье, салат, креветками, рулетками. О, бутики со шпротами. Обожаю плов. Ого, там нажрались. Привет из Днепра. Всем привет. Поздравляю с наступающим. 2040-2024 года. Подождите, а у вас... А сколько у вас по времени? А у вас, наверное, сейчас разница с нами, да? Потому что у меня 2246. Вот я сейчас еще 15 минут посижу. И пойду, наверное, будить карлика, чтобы, наверное, начинать уже в город выдвигаться. Туда на площадь. Кстати, если мы туда пойдем... Ну-ка, честно скажу, знаете как? Идти не хочется. Ну, надо, надо, надо. Вот этот вот... Вот такие вот мероприятия, где много сталкиваться на уверение. Не говорить, что я ничего не говорю. Сейчас, подождите, я открою почту, чтобы посмотреть, если кто-то донатил, чтобы я видела. Вот. Понимаете, такие вот... На верение вот этих вот людей не хочется. Но... Но... Вот в этих вот... Вот в этих вот минутах и секундах там собираются самые счастливые люди. И они посылают... У них там столько энергии, вот этот вот момент на площади. Там надо загадывать желание. Вот если сейчас наелись, такое пузо, я вам честно скажу. Я бы сейчас... Если бы еще была дома бы в ванная, я бы еще там с пенкой бы сделала и легла бы там в ванной бы полежала. Вот. Батареи работают. Тоже такого прям желания куда-то идти не хочется. Наелись уже как-то, и как-то спокойно. Еще и без алкоголя как-то вообще. Карлос аж удивился. Я говорю, как ты не буду? Я говорю, я не буду, мне не бери ничего. Я говорю, не бери с ней, ни мартини. Я говорю, вообще не вино. Я говорю, все. Боже, у меня шуха зазвенела. Я говорю, все, только пиво. Он говорит, это что же алкогольное? Я говорю, ну что? Надо постепенно выходить. Да ладно сейчас. Вот. И это самое... Не знаю, сейчас если пойдем. Дети хотели тоже пойти. Там концертов много будет. А завтра уже будем отсыпаться просто, что собаки дома оставлять. Если взять с собой Дениса, она расстроится. И как она вот... Тут уже салют пускает. Шашки летят. Она испугается одна. Ой, я бы не могу жрать. Ее за собой не потащишь, потому что, ну, она с детьми. Так бы на руки можно было бы взять их. А где сейчас там как столько много народу сейчас это? Молгоград, 12-46. Каждый, кто спит. Ну, когда он спит. Полностью согласно окружить себя нужно счастливыми, красивыми, креативными, да? Недрозную энергию на себя и детей. И чуть-чуть на нас, мужики. Да, не говорите, что там эти мужики. Меня что, мужики? Одно слово. Девочки. Сейчас покажу платье. Это пипец. Хоть в Турцию опять едь на похудение. Просто, знаете, что, девчонки, я сегодня поленилась. Я сюда прикрепляю. Оно было длиннее, я его обрезала. Я сюда прикрепляю Боа. По-моему, в том году мы его брали с вами. Прикрепляю сюда Боа. Но сегодня было лень даже Боа прикрепить. Понимать. Вот. Девочки, дайте я закрою. Давайте я закрою, потому что это оно-то нужно. Что-то такое. Немножко по-сюда уважать на него. Ну, что-то. Ну, что-то женщина с пузом. Ну, что-то такое. Вот, что-то говорилось. А, и это самое что-то я себя сегодня была лень Боа туда приделывать. Саша тоже красиво. Посмотрите в Инстаграме. Там есть поздравления. Поздравляли Саша в красивом платье было. Они с Эмой там тоже там сейчас одеваться буду. Вчера они гуляли. Подружка вчера была. Саша вчера в 4 утра пришла. Бля, я офигела. Я ей там название. Она говорит, боже, что ты меня задолбала. Я говорю, где можно шляться до 4 утра? Я говорю, какой-то бар до 4 утра работает. Мне интересно просто. Что там вообще шляться? С кем? С девочкой они ходили. Девочка, ее старшая. Тоже ума палата. Вот такая красивая. Спасибо большое. Хватит, красивая так же. Марина, ты сразу читала. Слишком цвет волос бомба. Да, он очень хорошо красит, кстати, Алекс. Единственное, что он мне все-таки сделал челку немножко. Ну, как для меня, она коротковатая. И я почему-то дома, я ее плойкой не могу красиво уложить, чтобы ее сделать ровную. Не могу. У меня, кстати, еще и ботекс уходит. Видите, вот. Уже поехала. Вот он. Здесь уже это вот, то есть уже ботекс отходит. Еще, наверное, пару месяцев и все. Опять буду как шерпей. Где здесь искать? Может, мне там девочки посоветовали. Говорят, вы поспрашивайте. Я говорю, наши девчонки колят. Ну, типа, наши девочки приезжают. Вот там, то есть уже Украина, типа, занимаются. Ой, вот это вот уколы на дому. Мне что-то так это страшно. Ну, хотя можно, может быть, можно поспрашивать. Не знаю. Без ботекса будет никому флота. Это сто процентов. Я же себя вижу. Я же вижу результат. Девочки, у нас Новый год только через 10 минут, Калининград. Живот большой. Я так нажралась. Это вообще. Мне он не втягивается. Картошка. Плюс этот оливье в тарелке лежал. Еще ребрышки. О, вот такой прям живот. Прям вот так. Он прям вообще. Ну, там, желудок там вообще. Он там в шоке от своих размеров. Ну, ничего. Сейчас празднички пройдут. У них, смотрите, у них все равно уже получается, что вот восьмого они ставят, как бы, официально, да? Типа, на День Мадонны там елку. Ну, каждый и раньше ставят. Вот. И восьмого, вот как у них проходит бифана седьмого. И восьмого все. Они эти елки уже выбрасывают и уже складывают. Ну, возможно, они все. Но я не знаю. Моя еще пылью не покрылась. Тем более, хотя я там уже, находясь здесь, я не чувствую вот эти вот праздники, там, Рождество наше, я не чувствую. Вообще никогда его не отмечали. Ну, как родители ствол открывали, но как-то я мимо прошла этого праздника. Ой, да я не могу, какая-то у меня тяжелая. Я так наживала, девочки. Вот. Потом 13-14 Новый Год, Старый Новый Год. Здесь, в Италии, они эти праздники уже не чувствуются. В Милане, в Риме, где девчонки собираются, вот в этих группах девичниках они. Они ездили, мы с Леной туда ездили, в Милан на вот этот вот праздник какой-то там, Старый Новый Год, наверное, был. Ну, тогда, да, да. А вот так вот самим здесь не чувствуешь. Да, на камеру. Все, да, сейчас, давай его поднимай, сейчас, подожди, 10 минут, я закончу. Ну, а едем, едем в Шире. И давай, все, давай. А, вы вот его рад, чем вы хотите? Я так наделась, посмотри на меня. Я не могу. Чего бомбина, ребята? Да какой бомбина там, Саша? Маска фемина. Генбер и левер. Одевай штаны, давай, холодно там. Включай свет и говори, чтоб он вставал. Говори ты. Вообще поперся туда в детскую комнату. Можно ты говори? Они это самое сейчас. Они там, ну, свои дела. А он, нет, я тут буду, у меня просто в комнате в моей, у меня там на телевизоре не работает. Я его как только купила, сразу не работал интернет, там не включался. Вот, и что он только там не делал, не включался там интернет. И сейчас тоже пошел туда к ним. Я ему говорю, молодежь там сидит, что ты лезешь туда? А он телевизор смотреть на Саша. Так, а что он сейчас будет телевизор смотреть? Он говорит, сейчас поел, попил, а то он сейчас будет храпеть, говорит. Это не телевизор мне посмотреть, ничего. Вот они сидели у меня в комнате. Сейчас подожди, я его откажу. Парло. 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 Там векере ваша стоят. Принеси их сюда. Что, два его стакана, что ли? Девочки, ну что это такое? Ну как так можно наесть? Не, ну знаете, холодец бы, я бы сейчас бы поела. Что туда к детям лезть? Девочки, у нас Новый год читала. Для этого и Новый год, чтобы покушать вкусняшки, потом на диету. Давай набирай вес, будешь красава. Так я уже набрала, куда же его еще набирать? Куда его? Я не хочу. У меня не поправляется там грудь или попа. У меня не растет это. У меня растет живот. Все. Я поправляюсь в животе вот здесь. Все. У меня нет такого, чтобы я вот поправлю. И тут везде все. Девочки, нам же уже сколько с вами? Марина, счастья тебе в Новом году. Спасибо. Марина, не рискуйте, не делайте ботекс на дому. Я тоже так думаю, что у него ботекс на дому это какой-то, да, какая-то плохая такая идея вообще. Как ты говоришь? Проветри там комнату, апрела, финистра, да поделуй. Проветри после него комнату. Это самое. Там мелкий-мелкий дождик идет. Ну и шо, шапку одел и пошел. А мне нравится, что у каналов Марина идет. Только чуть подлиннее надо. Да, она сейчас отрастет. Я смотрю, тут уже появился. Только не похолодец. В основном году, основном года. Это самое. Видите, слышите, уже там петарды какие-то нет. И собак брать с собой, это плохая идея. Тем более точно чихнуть туда. С собой тащить этот Денис, он бы еще... Нет, там будет много людей, этот Толтонер пьяных, наверное, много. А, Басмая, ты, поезды? Ну, не знаю, если тебе не холодно, зайчик. Если тебе не холодно, одевайся. Главное, что это самое. Ты что будешь стоять, Саш? Ну, хотя, если дождь, температура плюсовая. Не знаю, у меня батареи работают. У меня батареи отключены. Так, ну что, девочки, ладненько тогда что-то, да. Тогда пойду тоже, наверное, одеваться. Я, наверное, пойду брюки одену. Свитер какой-то. И, наверное, туда пойдем. Ой, тут Оливье. Господи, хочется. Старость. Это Оливье, это стоит на него, смотришь, и хочется его. И это... И уже желудок, желудок уже это. А он еще купил такое классное, знаете, типа, копченое сало он купил. Вот это румынское. А если в тот раз он брал прям мясо, а в этот раз, он говорит, я схватил первое попавшееся. И схватил очень классно, оно прям сало. Копченое. Боже, такая вкуснятина. Я пока готовила, примяла еще этот копченое сало. Ну, там оно как прослой, как почеревка. С огурцом соленым. Ой, вообще, просто шикардос. И пиво напила, вот это вот одно за одним. Я говорю, что ты такое пиво взял? Что-то, я говорю, там амуректи не взял. Он говорит, я же тебе лучше взял. Я говорю, что за лучше такое? А если лучше, уже корону выбрал. Он говорит, нет, а вот вино? Я говорю, нет, я вино не буду, это точно. Я вино не хочу. Я, если куда-то. Девки, классно вам, кто лежит? Не, надо пойти, потому что, ну а что это такое? Надо пойти просто даже для разнообразия. Потому что дома, сейчас я вам говорю, дома я сейчас завалюсь. Я не могу досмотреть первую серию фильма «Зигзаг». Я начала смотреть «Зигзаг», детектив военный. И не могу досмотреть эту, первую серию не могу досмотреть. Потому что то-то, 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 то пошел в тикток, то еще куда-то пошел, то еще куда-то пошел, куда-то вечно идешь и нет времени. Классные прогулки. С Новым годом, с Новым годом. Иду тебя с самого начала, пожалуйста, разблокируй меня, целую еще очко. А где вы заблокированы? Где? В Инстаграме, что ли? Так я в Инстаграме всех выпустила по УДО, а там уже там, которые там часто... Понимаете, это не потому что проявление слабости, как я себе говорю, что Марина не блокирует, а проявление... Я же не заблокировала, когда она мне написала за ноги. Наоборот, я ее закрепила. Ну когда пишут девочки, ну вот поверьте, ну такую фуну пишут, ну что, ну это уже там уже в рамке никаких... И не лезет, понимаешь? Так, ну что тогда, пошла одеваться. Надо, Саша, я забыла, забыла, Саша купить в этом месяце ботинки. Ей надо ботинки купить, что-то я сейчас вспомнила за ботинки, потому что одни постирала ее. Кузя пошел по коридору. С Новым годом, у вас тоже с Новым годом. Ладно, девочки, что? А, надо кошки еще, дай, тебе локит? Ай! Ну вот, ну какая прогулка, ну вот какая прогулка, ну какая? Так мне нравится, когда вот так, челку. Сломанная лапка, ожерелье, диагрея. Диагрея, блин. Ладно, все, вышла, поболтала с вами. Отметила, что здесь был Вася. Блин, как это сонное состояние такое вообще, хотя я сегодня целый день спала. Я прям встала уже, думаю, надо вставать, потому что сейчас Саша придет, думаю, сейчас Карлик придет, надо вставать. Встала быстренько, полы помыла. Две машинки запустила, сейчас, кстати, надо вывесить на батарею кошачью эту самую, не кошачью, а собачью, вот эту сидушку, где они там спят, щенятки такие хорошенькие. Они уже между собой играются, девочки, это так интересно, так неуклюже. И уже по боксу ходят, уже прям ходят по боксу, но знают, что вот это вот, где они спят, вот этот вот кружок, знают. То есть они вот походили, походили, и туда возвращаются, залазят именно туда спать. Такие вообще клювые. Саша говорит, мама, давай их оставим, я же хочу Шанели простерилизировать. Давай, говорит, оставь. Я говорю, Саш, ты понимаешь, они будут классные, пока они маленькие, они потом тоже вырастут. Это прививки, это напротив блох, у меня очень дорогие вот эти вот капельки. Это еда, это пеленки, ну, блядь, тем более, когда на улице дождь, я их не вывожу, потому что потом их не отмошат, надо полностью их купать. Кстати, Филиппе сейчас покажу. Филипп, иди сюда. Иди, мой красивый мальчик, иди сюда. Опа, мой мальчик красивый. Мальчик мой красивый, красивый мой мальчик. Да, красивый. Я его вчера вот здесь вот все вырезала, потому что он когда воду пьет, оно здесь мочится. Он любитель у нас поспать на подоконнике, он собирает здесь всю пыль, здесь у него потом все грязное. Да? И вроде так хорошо расчесали его, и все, но все равно где-то там колтуны остались. Ну, это такое уже, сейчас его стрессовать не буду. Да? Он такой, он такой чистенький, красивый мальчик. Такой, колесик. Как ты нас напугал, дурачочка. Дурачочек ты, Филечка. Какой же ты дурачочка. Филечка, я квадратная, я так стою. Я раньше помню, когда была в Турции, как в зеркало подхожу, и так вот руку ставлю, и у меня рука прям вот так вот. Она у меня прям вот туда рука, она прям, она так приятно это была ощущать. Рука прям туда, она прям таяла, там, на талии. А теперь такую лопу, все, все. Ты будешь продавать щенков, конечно. Потому что я считаю, что ее надо простерилизовать, и если, ну, не знаю, простерилизовать, короче, не знаю, девочки. Или же ее надо на следующую течку, чтобы по-любому их раз, как раньше мы София, вот это вот, отдавала я Софии ее, или его надо отдать, их надо разместить. А если же нет, ее надо стерилизовать. Я щенки, мне не нужны ее здоровья. Это не кошки. Это, знаете, когда вот есть пословица, типа, рожает, как кошка, да, как кошка. Вот, смешается, как кошки. То есть кошки, это совершенно другое, у них другое, ну, физиологическое тело. Собаки, это совершенно другое. Тем более, он ее крупнее. Вот этот мальчик, который второго она рожала, если бы не я, она, я не знаю, мы бы с ней тоже бы поехали бы болеть. Это просто так получилось, что, потому что у нее схваток уже не было. То есть у нее, ну, не было схваток вот таких вот сильных, интенсивных схваток у нее не было. И собаки, это совершенно другое, это не кошки. Там девочки спрашивали, я же вам сказала, что да, что Мурку, ее простерилизовали. Мы сразу вот обговорили, я доктору сразу сказала, говорю, если будет котенок с дефектами, ну, типа, генетическими, я говорю, елк, ну, типа, сколько это стоит? Он говорит, нет, это все входит, ну, типа, уже кошка открытая. Я говорю, ну, значит, все, значит, ее это. И он потом же котенка показала, котенка голова в два раза больше, то есть он деформированный, он больной, то есть ненормальный, то есть больной, как больное потомство, то есть больной котик. Я говорю, ну, типа, она так и на будущее будет? Он говорит, нет, это не говорит о том, что у нее следующий дичи, это не говорит о том, что у нее следующий окот будет тоже деформированный. Он говорит, это ни о чем не говорит, может быть, следующий будет нормальный. Я говорю, нет, давайте, не надо уже, все. Хотя на котка там писали там, вот, это издеваться, боже мой, блядь, вы едите свинину, а что на свиньи не издеваются, а яйца, что курица жопа не болит, а рыбу икру намажете, что вскрывает им там брюхо, чтобы икрой накормить на Новый год, что какие-то это, вот, и она молодая кошка, ну все, есть у нее молочко, сейчас будем смотреть, через 2 недели будет видно, если тот котенок у него будет, ну, как и сейчас, у него есть рефлекс сосательный, он, конечно, маленький, подрастает, но может такое, что он не вырастет, бывает такое. Вот и все, она на этом самом, на отдыхе, просто жалко, что мы не оставили котенка такого же цвета, как она, вот такого бежевого, жалко, так бы, если бы я знала, что вот так вот, я бы оставила одного котенка бежевого себе, потому что очень красивые котята у нее были, а в этот раз она сделала бело-красных, что, откуда эти бело-красные взялись, ну, понятно, что они на Филиппа похожи, но все равно, всем желаю счастья, собачий год нужно продавать, как больно бы не было, сама котейками маленькими со слезами расстаюсь, вылете сегодня шикарно, желаю вам тоже хорошо всего, девочки, спасибо за комплименты, мы тоже в Красном отмечаем Новый Год, но я сейчас на улицу пойду, девушка в Красном, как вы, прекрасно, спасибо большое, я сейчас, это самое, жалко, да, что надо было все-таки буа сюда прикрепить, это я покупала, кстати, это очень дорогое платье, кстати, оно так, платье-рубашка, оно так смотрится, знаете, нелепо, кажется, так, на самом деле, оно потом со скидкой, конечно, рубашка, но я ему укоротила, поэтому я буа сюда и прикрепила, иди сюда, я тебе покажу, какой ты красивый, а знаете, какая морда, у меня очень красивые котята, потому что у меня коты супер-класс, кто ты девочка или мальчик, и мы еще прививки не делали, мы прививки сделаем на этой неделе, это мальчик, по-моему, у нас два пацана, да, Саша? мама, я брута, почему ты не красивая, красивая? мама красивая, я, Марина, потому что я была зигра, видите, я не могу поставить вести, я не могу поставить ни на улицу, а что, Марина, смотри, я должен стоять, что-то брута, нера, так сейчас все будут такие, Саша, все будут такие, все равно, ну, нормально, зато тепло, и сейчас я к тебе приду, нет, я сейчас иду, я свою стерилизовала, кто все хотят, себе бы оставила, да, я тебе позвоню, не смогла бы отдать никому, у перцев часто бывают дефолированные потомства, это не ваша вина, я понимаю, что вы девочка-заводщики часто грешите, сами, сами знаете, не, вы знаете, а, подожди, подожди, что вы хотите, что вы делаете, заводчики, заводчики часто грешат, сами знаете, нет, у меня, если вы имеете ввиду, что у меня, то есть у меня Филипп, купленный, я Карла подарил, я еще помню, купила его, так очень дешево, подфартила, я его, то есть у меня были мои две самки, мои две девочки, это были дети Филитова, Симона, и мальчика я купила, то есть у меня нету скрещенных, если вы имеете ввиду, этого нет, у меня такого не было, я пока еще не занималась этим, а то, что сама по себе уже эта порода, она уже, ее вообще уже вывели, девочки, все, я уже, мы узнали, ее вообще вывели искусственно, понимаете, то есть понятное дело, что родился больной котенок, у меня просто за все время, я такого никогда не видела, он реально просто, если вы видели, он как эмбрион там какой-то, с Новым годом, с Новым годом, с Новым годом, все-таки потребительские отпростишь к животным, да нет, девочки, ну это шо, показателей много, и последствия хотя бы, что вы до сих пор не различаете своих же котят, это говорит о том, вот к ним равнодушно, ну на этой веселой ноте мы с вами попрощаемся, что я их не различаю, что я их не различаю, я даже еще не заглядывала к ним под хвост, кто-то меня, меня не интересует, девочка это или мальчик, то есть бегает котята себе и бегает, придет после праздника в доктор, сделает им прививки, знаете, прививки сейчас подорожали по 35 евро, сделает им прививки, посмотрит, все напишет, штамп, паспорт и бононоты, все, что я должна куда-то, зачем мне заглядывать, бегает, играет, сапасно взяли, побегает, имена им никто не дает, что я их не различаю, все, я же не хочу с вами спорить, пусть будет по-вашему, все, девочки, с Новым годом, всего самого хорошего, самого доброго, увидимся с вами завтра, пусть наши мечты сбываются, желаю вам побольше рядом с вами, с нами, единомышленников, и главное, чтобы, наверное, девчонки, было с нами рядом побольше счастливых людей, вот это я точно, я точно знаю, что я хочу быть счастливым человеком рядом, когда он счастлив, и ты будешь счастлив, потому что он настолько будет счастлив, что он недостатки в тебе не увидит, ничего, так к нам относятся, прорабатывайте себя, еще не поздно, а что там в этом году год карм, что мы там с вами посмотрим уже, что будет, что Саша кричит, не могу, что такие все нервные, что нервные, еще один, что ты бегаешь, посмотри на эту тетку, посмотри, посмотри, по-хабински относимся, по-хабински мы относимся, у меня, кстати, корм итальянский, самый дорогой, монжи, и песок профессиональный, да? Да, песок, ай, что же такое, что же такое, ну, Шануля, а зачем вы меняете, где вы рыбу, рыбу какую-то наелись, смотри, бобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобоб Так, все, девочки, мальчики, мужчины Ну, по старам, все, всем всего самого хорошего Не болеть